Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Кратко о себе. Мне 30 лет, замужем мужью 36 лет, у нас дочь 2 года. Я в декрете. Живём вместе 4-й год, в браке 3. В целом у нас очень гармоничная семья. Я стараюсь мужик всегда поддерживать, истерик не закатываю. Мы даже особо не ссоримся, но бывает конечно, но не критично. Я всегда вижу с ним диалоги о семейных ценностях. Прошу быть со мной честно, если вдруг мы захочем чётенького секса, мне об этом сказать. О том, что он меня любит, знаю точно. Говорит это Илья, а мы с работы бежим. Я его не держу в клетке, он меня тоже всегда осуждает мужчин, что изменяет жёным. То есть если нам чего-то не додает, значит надо с ней это обсудить. В общем, в целом у нас всё хорошо. Друзья все радуются, мне говорят, какая я мудрая ему, как он хороший муж и отец. Ну а все эти краточные истории есть одна запятая. У него есть какая-то давняя подруга, друг, как он её называл в детстве, с которым просто общается. Когда первый раз я увидел, что она знает прекрасно, что он женат, пишет ему «Любовь моя, шлёт поцелуй, родной дорогой, нервил». Он ей возвёт смайл, я вот смутилась, но он сказал, что это обычный разговор, мне даже не стоит переживать. Я перестала давить, ведь у меня тоже есть приятель мужского пола, в котором, кстати, соблюдаю субординатство. Недавно спалил их интимную припитку с фотографиями, тут у них был виртуальный секс. Я в шёлке в полном отчаянии открыл ему секрет и спросил ей, что есть в ней, чего нет во мне и почему он так поступил ещё и неоднократно. Он сказал, да, я не прав, люблю тебя. Верёт не собираюсь, не прекращу общение, что-то я заигрался, это ненормально. Мне очень стыдно, даже не знаю, почему я так сделал. Больше этого не повторится, и в тебе всё так. Позвонил ей и порвал вроде общение, она мне припитка сказала, как общаюсь с ним, так и буду продолжать это делать. Он ей сказал, нет, семья дороже и больше не будет никакого общения никогда. Сутки не общаемся, он молчит, может обдумывать свой поступок. Не знаю, что делать, представление не умею, как просить и начать жизнь с ним заново. Что мне делать, не обочаяние. Смотрите. Ну, во-первых, я думаю, что вам здесь нужно изучить такой механизм отношений, который называется влиянием. То, что происходит у вас, да, вот то, что происходит с вами, ну, в ваших отношениях в частности. Это в психологии называется как раз именно слияние. Это когда стирается грань между людьми, когда граница стирается, когда границ практически не остается, вот. Когда люди, в общем и целом, по сути находятся как-то вот, ну, в таких вот, я бы сказал, ну, отношениях, да. Слишком близких, вот. А вы в своем тексте говорите о том, что вы в себе не уверены. Не знаю, отдаете вы себя отчет в этом или нет. Если не отдаете, то я вам вот об этом сейчас, в принципе, и говорю. Что вы ведете себя, как человек, очень уверенный в себе. Почему? Вы ведете разговоры с ним о смейных ценствах. Вы ведете эти разговоры, на мой взгляд, совершенно не просто так. Ну, не просто так вы ведете подобные разговоры. Скорее всего, вы чего-то опасаетесь. Скорее всего, от чего-то вы пытаетесь себя защитить в данном случае. И ключевой момент заключается в том, что это ваша неуверенность в себе. Я думаю, что вести разговоры о семейных ценностях, как вот вы это называете, это, по сути, дел воспитательная работа. То, что вы делаете, это, по сути, воспитательная работа. И, соответственно, вы своего мужа воспитываете. Если вы своего мужа воспитываете, и то, как вы описываете отношения к своей семье, то это не доверие, ну, как бы вот, это не доверие семье. А это иллюзия доверия, к сожалению. Вот вам этот аспект, вам этот аспект необходимо для себя увидеть. Что вы искусственно контролем, воспитанием, социальным давлением, то есть вот именно истории про то, что вам говорят ваши друзья и близкие, создаёте несвободный пункт. Понимаете? И, что важно, своими действиями, в том числе вот тем, что в психологии создаётся невербальная коммуникация, создаёте атмосферу несвободы, ощущение подавленности и склонности, ощущение долга. Понимаете? В слиянии есть такая история, что в слиянии, конечно, комфортно может быть, в слиянии может быть комфортно, но при этом, при том, что в слиянии может быть комфортно, это всё-таки несвобода. Так? Повторю, создано невербально. Понимаете? Невербально. И, против любой несвободы, рано или поздно, возникает протест. То, что и произошло у вас с вашим мужем. Вы говорите, что у вас гармоничная семья, но ваш муж говорит вам на полном серьёзе, что он не знает, почему так поступил. В смысле, поступил так, как поступил. Он говорит вам о том, что он не знает. Он и не знает. Он знает. Просто он вам этого не говорит. А почему он вам этого не говорит? Интересный момент. Возможно, потому что знает, что вы его не поймёте. Возможно, потому что знает, что это неодобряемо. То есть, вы своим подходом к семье, по большому счёту, создаёте атмосферу на свободе, к сожалению. Понимаете? А внешне, внешне, Ситуация выглядит действительно так, что свободны. Все свободны. Все могут делать всё, что хотят. Вот. Но, фактически, вы, если не ведёте диалоги о семейных ценностях, фактически, вы же всё время говорите, ну, если хочется чего-то, ты мне скажи. А вербальная коммуникация не всегда соответствует тому, что человек посылает на невербальном уровне. Понимаете? Вот с вами получается так. И реакция вашего мужа, его действия, это не что иное, как протест против того того подавления, которое он ощущал. Вполне возможно, вполне возможно, что это даже протест против того, чего он не осознаёт, что у него вытеснено. Но, тем не менее, это именно что? Протест. Понимаете, да? Это именно протест. И вам нужно признать таким образом, что по сути, по факту, ваши отношения не такие идеальные, как вам того хочется видеть. У меня складывается ощущение, что в какой-то момент вы свою... что вы социальную... социальную сторону семьи поставили выше, чем личность своего мужа. Понимаете, да? Хорошо ли это? Нет. А как там по отношению к мужу? Это черно? Нет. Нет. Потому что люди становятся целиком и полностью зависимы от семьи. Люди целиком и полностью становятся зависимы от другого человека. Вы вся в семье. И тем самым, как бы вот, какая-то сексуальность, какая-то доверительность, какая-то вот интимность, да? Она... 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 Является... По сути, дел... Производной от семьи. В первую очередь, я мать. В первую очередь, я жена. Нет. В первую очередь, вы не жена и не мать. В первую очередь, вы... Вы... Личность. Вы человек, в первую очередь. И только папа, жена. Только папа, мать. Вот происходит эта ситуация с точностью да наоборот. И вот в этом заключается основная беда. И именно это нужно корректировать. Чтобы на первом месте у себя были вы, а не семья. Семья – это хорошо. Муж – это хорошо. Но вы в первом месте у себя. И... Если говорить о том... Это, конечно, будет, наверное, достаточно жестоко, то, что я скажу. Но, на мой взгляд, в какой-то степени без этого никуда. Да? На мой взгляд. На мой взгляд, в какой-то степени без этого никуда. Так вот. А... У... Подруги мужа... Есть то, с чего не было. Подруга мужа любит себя. И знает себе цель. А вы? Нет. По крайней мере, такую мысль вы транслируете своему... эээ... Вы не оставили ничего себе. А... Влюбился ваш муж... В вас... Когда вы такой не были. Влюбился в вас муж, когда вы... Были собой. Когда вы любили. Любили себя. Уважали себя. Ценили себя. Нет. Может быть, ваш муж влюбился в... Отношения к себе, конечно. Может быть, и такое. Может быть. Тогда ваша жизнь... Эээ... Тогда ваши отношения, я боюсь, изначально выстраивались деструктивно. В таком случае. Очень надеюсь, что это не так. Ну вот. Эээ... Просто... Вспомните. Просто вспомните. Эээ... Эээ... То, как вот вы... Эээ... Себя вели в начале отношений. Просто вспомните. Ну, и посмотрите на то, как сейчас... Ситуация изменилась. В том, что она изменилась, я не сомневаюсь. Понимаете? Ээ... Изюминка и остринка, она не в том, чтобы другого... То есть, чтобы другой... Вот именно другой человек. Да. Потому что физическая сторона, хотя это играет роль, конечно. Но... Это не первично. Первичность здесь... Именно то, что нас тянет к тем, кто себя любит. Нас тянет тем, к тем, кто себя уважает. Нас тянет тем, к тем, кто относится к себе. Позитивно. Кто... Кто... Видит себя не только в семье. Но кто видит себя и внешне. Кто оставляет что-то своё. А вы себе, не вы себе ничего не оставили. Тот момент, когда вы начали говорить... За... Своего мужа. Это произошло. Вы начали жить... Эээ... Жизнью... Своего мужа. А они свои. 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 Вот... Вы говорите, что у вас гармоничная семья. Но... Я понимаю, это звучит... Это... Может прозвучать немножко... Парадоксально. То, что я скажу. Но, тем не менее, это важно. Там, где есть доверие... Никто никогда никого не спалит. Потому что никто ни за кем... Никто ни за кем не следит. И если вы говорите, что это случайно, то нет. Это не случайно. Просто пока вы не видите в этом закономерности. Ну или не хотите. Дальше. Вы говорите. А мы с моим ссоримся. Вот. Но... Помелочал. Вот вы пишите. Бывает, конечно, но не критично. Простите. А кто определяет, что критично, а что нет? Почему вы решаете за своего мужа? Что ссора была, например, критичной? Не кажется ли вам, что у него тоже может быть какое-то мнение по этому вопросу? И ссора, даже если она, по вашему мнению, не критична, но если конфликт повторяется, то извините. У этого есть свои причины. Поэтому в том, что касается ссоры, нужно быть очень и очень внимательны. Внимательно. Потому что ссоры всегда есть основания. А вы говорите, что это не критично. Взяли и обесценили конфликт. А это значит, обесценили свой вклад в этот конфликт. Ведь ссора возникла в том числе по причине того, что вы этому поспособствовали. В ссоре-то, условно говоря, есть вклад как ваш, так и вашего мужа. Вот. Знаете ли вы свой вклад в ссоры? Какой я сделал вклад в конфликт? На мой взгляд, на мой взгляд, вы этого не знаете. Вы же и говорите, что оно не критично. То, как бы, какие вопросы? Критично. Потому что, как бы, как бы ссоры, как раз таки и означает то, что люди что-то в себе подобряют. Здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Так и напишите в интернете «Психологическая игра «Скандал». Если вы будете внимательны по данному вопросу, сможете увидеть для себя, так скажем, много, я надеюсь, интересных аспектов, которые сейчас вы не видите. Например, то, что психологическая игра «Скандал» заявляет, как правило, о себе тогда, когда у людей есть трудности с доверием, с близостью. Ведь близость разная бывает. Понимаете? И то, что вы описываете, похоже не на близость, а похоже на попытку заставить жить в идеальной гармоничной семье. Где нельзя отойти от чего-то. Обратите внимание на то, как вы отреагировали на виртуальные приключения своего мужа. Крайне болезненно. Для вас это прямо-таки травма. Почему так? Вы думаете, это случайно? Так. Нет. Это не случайно. Так. Так. Так произошло потому, что вы, по-видимому, ждали того, что это случится. Вы боялись по какой-то причине того, что это случится. И именно по причине того, что вы боялись, вы использовали механизмы контроля. Но страх от этого никуда не делся. Даже наоборот. Поэтому боялись и это случилось. Страх имеет такое свойство. Материализовываться. А почему так боялись? По той же причине, по которой спрашиваете, что во мне нет того, что действует внизу. Что во мне нет, что в ней такого, спрашиваете, чего нет у меня. Это прямое сравнивание себя с другим человеком, с другой женщиной. Это прямое. Страх. Вы думаете, это случайно? Нет. Это показатель того, что вы не уверены в себе. В первую очередь. Это показатель. Во вторую очередь, это страхом быть брошенным. А что в одной? Неприятно. Согласитесь. Ну, неприятно. И вот, вы компенсируете, вы компенсируете свои страхи таким поведением. Да? А то, что происходит сейчас с мужем, да, это следственная манипуляция с вашей стороны. Понимаете? Не получится начать ни с кем жизнь заново. Да. Иллюзия. Никуда не девать опыт, который у вас есть с мужем. Никуда не деть личность вашего мужа и вашу тоже. А вот заметить и принять определенные качества и черты вашего мужа и вас, вот это куда более реально. Но для этого нужна психологическая работа. Для этого необходимо учиться коммуницировать. Коммуницировать, коммуницировать по-новому. Не так, как вы коммуницировали до этого. Коммуницировать по-другому. Коммуницировать по большей части более откровенно, более искренне, более эмоционально. Скажите себе честно, вы когда мужа своего не держали, о чем вы думали? Скажите честно, почему вы возмутились и почему, когда увидели в первый раз переписку с этой девушкой, и почему вы сделали акцент на том, что соблюдаете субординацию? Это контроль. Ну не нужна субординация. Не нужно такое внимание тем, кто счастлив, у кого все хорошо. Понимаю то, что я говорю. Вам может быть неприятно или больно случится, но чем быстрее вы признаете реальное положение вещей, чем быстрее сможете выйти на коррекции на работу над собой. И тем больше о шансах сохранить семью. То, как вы предполагаете сделать это сейчас, а сейчас вы предполагаете это сделать через чувство вины вашего мужа. Тупиковый путь. Недейственный. Какое-то время, да, на бабу все будет повторяться. Вот задайте себе вопрос, зачем мужу прекращать общение с этой девушкой? Зачем ему это делать? В смысле, почему вы хотите, чтобы он прекратил общение с ней? Это понятно. Для чего ему прекращать общение с этой девушкой? Зажайте себе эту вопрос. Задайте себе вопрос о том, почему вы в принципе задаете такой вопрос о том, что в ней есть такого, чего нет у меня. И вы придете к тому, как вы воспринимаете своего супруга. Как кого? Правда ли, как свободного человека? Нет. Себя вы воспринимаете как свободного человека? Тоже нет. Понимаете? Чем быстрее вы сейчас к этому придете, чем быстрее вы в этом себе признаетесь, тем легче вам будет сохранить семью. Но будете пытаться остаться в той реальности, которую себе построили, можете и мужа потерять, и семью в целом потерять, и детишек воспитать невротиком. Потому что вы ведь от детей тоже идеальными требуете быть. Вы от себя требуете идеальной женой быть. А от детишек требуете идеальными быть скорее всего. А от мужа требуете быть идеальными. Потому что вы обоцениваете себя, и в глубине дыши обоцениваете мужа, считая его идеальным социальным партнером для себя. Эдаким винтиком в машине, в семейной машине. Ну правда в том, что человек не винтик, не механизм. И чем больше его пытаться ограничивать, тем быстрее он выдаст сопротивление. Вот, выдал. Теперь человек всегда виноват. Понимаете, да? Поэтому я бы сказал, что вот первое, на что я обратил бы ваше внимание, да, это то, как вы восприняли то, что сделал муж. Восприняли вы это, к примеру, как предательство, например. Восприняли вы это, к примеру, как что-то и ничего. Подумайте, благодаря чему подобные ощущения у вас могли появиться? Просто задайте себе этот вопрос. Именно у вас благодаря чему подобные ощущения могли появиться? Вот, если вы будете с собой честны, вот здесь, вы имеете все шансы на то, чтобы ситуацию исправить. Но если не будете честны или будете настаивать на, ну, в своем восприятии, которое привело к тому, что произошло, ничего не получится. Как-то так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Не торопитесь, пожалуйста, скажем так, оспаривать мою точку зрения. Не торопитесь, скажем так, высказывать несогласие, хотя, безусловно, то, что вам будет хотеться сделать. Я вас в этом прекрасно понимаю. Не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь. Вы всегда это можете успеть сделать. Куда важнее пропустить через себя то, что я сказал, пропустить через себя то, что вы услышали, и постараться что-то для себя из этого вынести. Я думаю, что при хорошем подходе у вас есть все шансы сохранить семью. Любой кризис – это всегда новые возможности. Но для того, чтобы кризис стал источником новых возможностей нужно увидеть, что та картина мира, которую воспринимали вы, была ошибочной. Что она была некорректной. Что вы увлеклись, что называется, построением идеальной семьи, и забыли и про себя, как про личность, и про своего мужа, как про личность. И в итоге получилось то, что получилось. Ничего, к сожалению, хорошего. Обидно? Очень обидно за вас. Я серьезно это говорю. Очень обидно за вас. Верю, что вы хорошая семья. Верю, что… Что вы действительно друг друга любите. Но одной любви недостаточно. На этом все. Надеюсь, что помог вам обращаться за помощью. Вам она пригодится. Идеальный… Наиболее идеальным вариантом было бы обращение к психологу вместе с мужем. То есть на семейную консультацию для обсуждений. Для коррекции коммуникации, как я уже сказал. И, соответственно, последующих мероприятий по коррекции вашего взаимодействия друг к другу. Теперь все зависит только от вас. Теперь можно сказать, что все зависит от того, как вы отнесетесь к той информации, которую я изложил. Вот. Если отнесетесь серьезно, есть все шансы семью сохранить. Вот. Всего вам доброго. Обращайтесь.